Музыка От хрущевской эпохи очень много початков кукурузы, разные-разные. От эпохи советского времени, смотрите, космонавт или союзной республики, вот узбечка. Это дорогие, кстати, вещи. Мне некоторые говорят, это ведь дорого стоит. Но кто будет искать покупателя, да? Мы оформим, пусть дорогие эти вещи будут находиться у нас в Саянске на нашей елке. Новый год к нам чится, скоро все случится. В канун зимних торжеств некоммерческим партнерством Саянси.ру проводится акция по сбору новогодних игрушек советских времен. Самая старая, наверное, вот эти картонные елочные игрушки. Я вот их помню хорошо. И как хорошо, что люди сохранили их. Вот удивительно, тут и сказочные герои, и рыбки, и бабы-яги какие-то. Вот это, кстати, я вижу первый раз. Это уже более поздние. Пластмассовые. Я таких не видела. Но здесь, вот в этой коллекции, которую мне буквально вчера принесли, есть и пластмассовые, тоже необычные. Этот Новый год будет необычным, ведь в задумках саянских волонтеров одеть елку в наряд из исторических елочных украшений, устроить несколько праздничных встреч возле нее и повспоминать, как это было, как праздновали Новый год в 50-е, 60-е, 70-е годы, какие были традиции, костюмы, игрушки, стихи и песни, подарки. Потом эти игрушки будут переданы в Музей истории города для будущей резиденции Деда Мороза. Хотя эта коллекция уже по своей сути музейная. Елку мы наряжаем здесь же, будем здесь праздновать, так что приходите, сами повесите свои игрушки. И поделимся воспоминаниями, как это было в советское время, каким был Новый год, таким подарком мы радовались. Маргарита Тавер готовит мне подборку старых елочных игрушек. Наталья Андреевна из общества инвалидов принесла пакетик картонных елочных игрушек, так интересно, флажков. У нас не было Деда Мороза и Снегурочки. Я давно мечтала, чтобы у нас были и старые ваты, и советские такие, кондовые советские Деда Мороза и Снегурочка. И вот буквально на днях нам их принесли. Я так рада, невероятно. Может быть, еще будет. Они же были разные, и пластмассовые, и всякие. Вот сейчас у нас такая парочка есть. Кстати, попутно мы собираем еще и предметы зимнего отдыха. Вот смотрите, какие интересные детские коньки с ремешками. Ведь кто-то, многие из нас помнят их, да, как на валенках становились, и на ботинках становились вот на эти металлические штуки, ремнями присоединяли и катались вот на этих полозьях. Очень интересно. Так что, дорогие саянцы, приглашаю вас пополнить коллекцию. Не выбрасывайте, пожалуйста, свои игрушки, приносите. Мы их потом соберем, оформим и передадим в Музей истории города для того, чтобы потом, когда-то, когда отстроится резиденция Деда Мороза, мы туда их передадим, и там будет прекрасная елка с нашими игрушками, с нашими воспоминаниями, с нашей историей. Игрушки и атрибуты Нового года, предметы зимнего отдыха советских времен, принимаются в офисе саянцев РУ по субботам и воскресеньям, начиная с 14 часов. Также продолжается долгосрочный авторский проект «Саянский покров», посвященный 50-летию Саянска. Участникам необходимо предоставить лоскутный блок размером 50 на 50 сантиметров. И еще один замечательный проект – мастерская лоскутного шитья. Пэтчворк или лоскутное шитье, он настолько популярен, что сейчас уже даже печатают ткани, специальные принты делают, пэтчворк так и называется. Специальные принты накатали на ровную ткань, и люди покупают охотные, вроде как в пэтчворке ходят. Но пэтчворк, состоящий из отдельных лоскутков, вот эта мозаика отдельных лоскутков, он намного интереснее, потому что создает фактуру. Мне нравится создавать уникальные вещи, делится собеседница. В лоскутной технике создается не только одежда, но и элементы декора, картины, одеяло. И сегодня такие вещи на пике популярности. С кем бы я ни разговаривала, у кого бы не было, все свое детство вспоминают, если было лоскутное одеяло, они говорят, мы до конца дней не могли с ним расстаться. Оно уже потерлось, ну хоть бы фотографию оставили, ну вот иногда хочется выбросить, ну хоть фотографию. То есть вот дети, детские воспоминания, вот очень крепко удержат в своей памяти вот эти бабушкины лоскутные одеяла. Можно и их делать, можно делать сумки. Немного работы, немного времени, но очень интересно, эффектно получается. Такие вещи, как куртки, я сама не отшиваю, делится автор проекта «Студия лоскутного шитья». Собираю лоскутное полотно и отдаю его профессиональной швее. Вот это последняя вещь, которую я делала, это из джинсов. Джинсы очень интересные, деним, очень интересный материал, очень податливый, очень эффектный. Вот эти потертости, которые на джинсах имеются, на сгибах, на поясе, на всяких разных местах, где чаще трется. Вот их использовать, получается, очень интересная фактура, но и интересные композиции можно делать. Вот мне очень любопытно то, что можно тут целую живопись, пейзажи разводить. Каждую субботу в 15 часов в офисе САИНСРУ по адресу микрорайонстроителей 24 проводится мастер-классы по лоскутному шитью. Телефон для справок 8902-5192-515 Антонина Кузнецова. Приходите, учитесь, творите, летайте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова